Пятый канал представляет Из клуба СНС договор прислали. Они согласны на наши условия. О, отлично. Чё такое? Ну всё, дальше покатила наша полная обнажёнка. Пора в полицию обращаться. Настя, ты чего? Хочешь, чтобы на нас голых менты глазели? А потом это видео где-нибудь всплывёт в интернете, да, а на сайте типа «Слив звёзд». А по-твоему, оно нигде больше не всплывёт? Не знаю. Нам же не угрожают, ничего не требуют. Так просто какой-то извращенец позабавился. Ничего себе забавы. Да пока ничего не требуют. А потом что будет? Володюшка! Доброе утро! Доброе. Смотри, кого я к тебе привела. Ангел, ну просто ангел. Ну неужели ты не видишь? Ну, Ролин, я только проснулся, я вообще ещё ничего не видел. Угу. Тётя Нора, ну я же говорила, мы слишком рано. За правду бороться не рано. Володюшка, познакомься, это моя племянница, Настенька. Здрасте. Она столкнулась с этим, как его... Кибербуллингом. Вот. Даже звучит как-то отвратительно. Ну давайте разбираться. Настя, вас кто-то преследует в интернете? Не совсем. Мы с моей подругой Верой танцуем гоу-гоу в разных клубах. Хотим открыть свой стартап и помогать особенным детям и подросткам. Видишь, ангел просто светится. Я вижу, вижу, Нора Леонидовна. Дальше. Недели две назад на смартфон Веры в мессенджер стали приходить видео. На них снято, как мы переодеваемся в гримёрках разных клубах. Ну, то есть мы там с ней вообще голые. Ужас. Я бы с ума сошла. Вера в полицию обращаться не хочет. Считает, что ничего страшного. Ну, а я точно чувствую, что добром это не кончится. Хорошо. Я все понял. Давайте сделаем так. У вас сегодня есть выступление в клубе? Да. Вечером в клубе СНС. В клубе СНС. Значит, сделаем так. Вы проведете меня в гримёрку. Подглядывать не буду, обещаю. Да. Для чего это нужно? Я с помощью своего оборудования смогу определить, есть ли камера. Засеку её и дальше смогу определить, куда идёт сигнал. Да, хорошо. Да. Володюшка, ты уж разберись с этими злодеями. Ага. Что дела? Володя. А, у меня. Чай будете? Да. Привет, Настя. Привет. Пойдёмте, я вас проведу. А, давай перейдём на «ты». Для простоты. Ну, давай. Ага. О. Он со мной. Личная охрана. Тут прям как в катакомбах. Да. Зато есть твоя загадочная атмосфера. Что случилось? Что? Настя! Не трогай здесь ничего. Напомните, пожалуйста, ещё раз свою должность. Константин Алёшин, главный менеджер клуба. Так, нет, здесь всё чисто, видеокамер здесь нет. Да ничего и не может быть. По условиям договора никто, кроме девушек, в гримерку этим вечером, войти не мог. У них эксклюзивные выступления. Да, всё так. Мы сами перепрограммировали замок. А кто владелец клуба? Владелец Ремезов Артур Эдвардович. Ну, он сейчас к нам редко приезжает, он очень занят. У нас же не один клуб, у нас же целая сеть. А в других помещениях клуба видео пишется? Ну, разумеется, я вам всё предоставлю. Прекрасно. Ну, что могу сказать. Следов насильственной смерти я не наблюдаю. И вообще, картина очень странная. Такое ощущение, что у девушки случился обширный инсульт. Подождите, какой инсульт? Мы с Верой Зожницей сами из медицинского колледжа. И тем более, недавно проходили диспансеризацию. Все анализы прекрасные. Ну, если вы из медицинского колледжа, то вы должны знать, что истинную причину смерти можно установить только после вскрытия и исследования тканей. Да, простите. Андреич, не жести. Настя, если в смерти Веры виноват кто-то, мы его обязательно найдём, я обещаю. Да, Володя, не мог ты обойтись без сюрприза. А ну, видишь как, от стриптиза до сюрприза один шаг. Андрей Борисович, они не стриптиз, а голову танцевали. Вот и я говорю. Человек предполагает, а жизнь носит свои печальные коррективы. Да это всё потому, что, Володя, когда идёшь в ночной клуб, надо друга с собой брать. Как отставить? Что по экспертизе? Ну, по экспертизе картина очень странная. По внешним признакам Вера умерла от резко развившейся декомпрессионной болезни. А, это как кисунка у водолаза? Ну да, да, да. Резкое понижение давления воздуха, кровь как бы вскипает, лопаются сосуды и множественные внутренние кровезлияния приводят к смерти. Ну, когда мы были в гримёрке, давление было нормально? Да. Поэтому эксперты пишут, что подобный эффект могло вызвать отравление каким-то химическим веществом, которое само по себе распалось в ходе реакции. Так, а каким веществом-то конкретно? Вот, Тимур, тут их целый список. Читай. Так, ну а что у нас по жертве и её подруге? Жертва. Колокольцева Вера Васильевна, 23 года, подруга её Анисимова Анастасия Александровна, 22 года, с ней мы вместе пришли в клуб. Значит, обе приезжие, обе студентки Санкт-Петербургского медицинского колледжа, раньше жили в общежитии, потом стали подрабатывать танцами и вместе сняли квартиру. В колледже они на хорошем счету, обе волонтёрили, обе помогали особенным детям. Вот, ничего криминального на них нет. Да, подруги бывают такими подругами. Ну подожди, Антон, а зачем бы тогда Настя меня позвала? Ну как, для чего? Для отвода глаз. Ну кто громче всех кричит, держи вора, а? Сам вор. Хорошо. А что у нас на видео из клуба? Вот. Можно всё посмотреть? Да, пожалуйста. Спасибо. После того, как Вера вошла в помещение, туда действительно никто не входил из посторонних. Ну, судя по видео, Веру явно что-то сильно напугало. Ну да, или кто-то. И очень возможно, что она видела убийцу. А давайте-ка теперь подумаем о химической версии. Был ли у Веры кто-то из знакомых, который занимался химией? Ну, может быть, Захар Петров? Сейчас я объясню. Так. Вот он. Он тоже студент медицинского колледжа, но фармфакультета. И они с Верой раньше встречались. Я даже нашёл видео в соцсети. Вечная любовь! Вместе навсегда! Ну, вечная любовь, судя по всему, у них продлилась только до конца первого курса. Потому что больше ни на фото, ни на видео я их вместе не видел. Ну, а где сейчас, Захар? Угу, сейчас Андрей Борисович посмотрю. Так, телефон даёт сигнал. Он сейчас находится в движении в Калининском районе. Ну, что, погнали. Андрей Борисович. Вперёд. Так, ну, Кузя, ты держи в курсе перед движением. Само собой. Захар, Петров, капитан Бубнов. А это... Старший лейтенант Петров. Стой! Стой! Отлично, лежать! Лежать, я сказал! Что вам надо? Я ничего не сделал! Ух ты, какой шустрый, а! А мы же даже с собой не познакомились, как невежливого старший лейтенант Петров. Ничего не сделал? Молодец! А что у нас в рюкзачке, а? Печенюшки? Сейчас посмотрим. Надо же! Не сделал, значит, ничего, да? Студентка медицинского колледжа Вера Колокольцева, подрабатывавшая танцами, погибает в гримерке клуба. Причина смерти – резко развившаяся кессонная болезнь. Но такой же эффект могло вызвать отравление неизвестным веществом. По подозрению в причастности к убийству задерживают студента фармфакультета колледжа Захара Петрова, с которым у Веры был роман. Захар, в вашем пакете обнаружен целый арсенал химических веществ. И что? Среди этих веществ было что-то запрещенное? Как-то нет. Но наши эксперты утверждают, что все это прекурсоры, то есть вещества, участвующие в реакции, приводящие к образованию целевого вещества. А в данном случае речь идет о синтетических наркотиках. А вы докажите. Это просто случайное совпадение. Но по поводу случайных совпадений, Захар, с вами будут беседовать другие люди. А нас больше интересует убийство Веры Колокольцевой. Понятно. А вот нам не понятно. У вас же были отношения. Почему расстались? Блин, короче, я надеюсь, что они согласятся. Потому что все. Вера! Сейчас, подожди. Значит, все-таки съезжаешь? Все-таки решила податься в шкуры, эскорт и все такое? Ты что несешь-то? Какой эскорт? Придурок. Вот так и расстались. Так она же просто в клубе танцевала. С чего вы вдруг заподозрили ее в эскорте? Ой, конечно. Где танцы, там и все остальное. Знаю, как это бывает. Ладно. Давайте-ка вернемся. К вечеру убийства. Давайте. Значит, говорите, что расстались. А как вы нам, Захар, объясните вот это видео? Ну да. Мы расстались. А я не мог просто так выкинуть ее из сердца. Ходил на все ее выступления в клубах, смотрел. Тайком. Следовательно, в тот самый вечер вы каким-то образом подмешали своей бывшей подруге вещество, которое вызвало бурное высвобождение растворенного в крови азота. Да, скорее всего, в коктейль подмешали. Ну да. Да что вы придумываете? Не знаю я таких веществ. Мы не придумываем. Мы предполагаем. А вы, Захар Геннадьевич, пока побудете у нас. До выяснения всех обстоятельств. Вот моя комната. Ага. Настя, я все понимаю. И еще раз от меня лично прими мои соболезнования. Спасибо. Да ты садись. Да. Просто не хотел сдергать тебя в отдел. Появились некоторые вопросы относительно Захара. Ну, прямых улик против него нет, есть только косвенные. Что ты про него знаешь? Да почти ничего. Я и про Веру мало что знаю. Да уйди! Вера! Вера! Вера, что случилось? Ничего. Просто плохой сон. Не ври. Я же вижу, что-то произошло. Давай не сейчас. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Я с Верой сдружилась в конце первого курса. И почти ничего не знаю, что было до этого. Ну, у Веры явно была мрачная история в прошлом. Серьезная травма. Но она ничего не хотела мне рассказывать. Я себя такой виноватой чувствую. Нужно было настойчивее ее спрашивать. Ну, твоей вины здесь явно нет. Ладно. Спасибо за информацию. Пойду. Подожди. У меня для тебя есть предложение, от которого ты не имеешь права отказаться. Какое предложение? Среди особенных ребят, с которыми я занимаюсь, так много умных и талантливых, вот было бы круто, если бы ты провел для них курсы по ИТ. Вера мечтала найти такого человека. Отличная идея. Я за. Только это все бесплатно. Я понимаю. Не все в этом мире измеряется деньгами, верно? Доброе утро, Борисыч. Утро доброе бывает, когда отдел убийства раскрывает. Володя, а вот после личного общения с Настей, что ты скажешь? Может эта стриптизерша быть причастна к убийству? Андрей Борисович, я вам уже говорил, она не стриптизерша, а танцовщица гоу-гоу. Это разные вещи. Ой, Кузя. Нет, серьезно, Дим, артисты гоу-гоу не раздеваются во время выступления. Так причастна она или не причастна? Да нет, конечно, она абсолютно другой человек. Ну, я тоже думаю, что нет. Раз уж она с такими детьми работает, не тот человек. Ладно. Потом разберемся, кто там и почем танцует. Давайте к делу. А что к делу-то? Надо Захара прижимать на признательное. Я посмотрел в интернете, класс веществ, которые нас интересуют, все быстродействующие. То есть, получается, Веру могли отравить только в клубе минут за 10-15 до момента смерти. Это все прекрасно, только вот есть нюанс. Вера не пьет алкоголь. От слова совсем. А кто сказал, что речь идет об алкоголе? Павел Ильич, а Дима может быть и прав. Я же видел видео в интернете. Сейчас. В сети. У них типа виртуальный тур по бару СНС. Сейчас я его открою. Ага, вот оно. Друзья, наш ночной клуб, один из немногих в городе, который способен порадовать всех поклонников здорового образа жизни. Только посмотрите на наш богатый выбор витаминных коктейлей. Ну вот, вариант. Они же были зожницами. Только в этом баре камер нет. Ну вот. Если ты двигаешь эту версию, езжай и проверяй. В этот бар. Есть. Ну а ты куда? Это я? Да. Ну, видимо, к Андреевичу. Можете новенькое раздобуду. Давай-давай. Да, он здесь. Сейчас пообщайтесь. Ну, отлично. Сергей. Может, набрать его? Господин Ремезов, а вы сами-то где были в тот вечер? Понимаете, я же владею целой сетью клубов. Я был в нашем клубе на Литейном. Угу. Не отвечает. И часто такой с ним? Да никогда. Он же наш старейший сотрудник и всегда на месте, как говорится, от звонка до звонка. Ну, вообще, конечно. Слушай, а это не машина Сергея? По-моему, она. О, а он сам за рулем. Да ты что? Угу. Товарищ? Алло. О, похоже, он мертв. Похоже, мы тут надолго. Держи. Е-мое, а. А машина-то не закрыта изнутри. Так, держу. Надо же. В правом виске дырка от бублика. О, Тимур. А? Ну, что? Камер-то нет. Так что, как обычно. Ну, не говори. Ладно. Пойду машину осмотрю. Давай. Неужели это снова они? Не поняла. Ну, вот, вот. Видишь? Не включай. Да, понял. А сейчас разберемся. Да? Ну, что? Поверь, ничего нового нет. Заглянул к баллистам. Сергей Удалов. Застрелен из пистолета с глушителем западного производства. Ствол по базе не проходит. Зато убийца любезно предоставила свои патажировые. Вот это радость. Радость. Только как-то странно получается. Сергей, понимаешь, убийцу в машину пустил, тот посидел, выстрелил, а потом ничего не взял. Ни денег, ни документов, ни телефона. Так, значит, на убийцу. Ну, в любом случае, это не Захар. Он у нас в камере сидит. Сергей, 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 Сергей. Мне вот вообще непонятна его роль в этом деле. Может быть, он не причастен к убийству Веры? Может быть, это отдельное дело? Ну, ладно, с этим Сергеем Барманом мы потом разберемся. Хотя... Володя, а ты ведь сегодня с Настей встречаешься? Да, Андрей Борисович. Вот и спроси у нее, увлекалась ли Вера этими витаминными коктейлями? Ну, я тут кое-какой план занятия наметал. А дети прямо к тебе приедут? Ну, когда я веду курс танцевальной терапии, конечно, мы занимаемся в зале. А для других занятий снимать офис слишком дорого. Родители мне доверяют, поэтому привозят детей ко мне, потом забирают. Понял. Ну, давай порепетируем? Давай. Здравствуйте, дети. Нет, но не называй их детьми. Обращайся к ним, как ко взрослым. Во всем тебе равном. А, понял. Привет, парни и девушки. Нормально? Уже лучше. Я кое-что нашла. Сейчас покажу. Вот это, в комнате Веры, на доске со стикерами. Неужели это снова они? Кто такие они? Сама бы хотела знать. Знаешь, до того, как начали присылать видео, был один случай. Верно, ты скоро? Мы опоздаем. На бегу, бегу. Слушаю. Нет. Кто это? Да... Не обращай внимания. Никто. Я тогда подумала, что звонил Захар, но теперь думаю, что это были те самые они. Угу. А звонок был на мобильный или через мессенджер? На мобильный. У Веры разные мелодии стояли. Вере тогда что-то предложили, она отказалась. Она ничего мне не сказала. Не хотела меня втягивать. Хотела меня защитить. Да, это возможно. Скажи, а Вера не увлекалась витаминными коктейлями? Мы обе увлекались. Это же вкусно и полезно. О, а Володя уже здесь. Как говорится, кто рано встает, тот и версии выдает. А по-моему, кто рано встает, то ему весь день спать хочется. Это точно. Я имею в виду, Андрей Борисович, есть версия. Так. Всем доброе утро. О, а мы что-то пропустили, что ли? Да нет, так-то вроде как вовремя. Сейчас Кузя исполнит. Совершенно верно. Сейчас исполню. Андрей Борисович, значит, я заказал детализацию звонков Веры. Есть один подходящий. Длился всего три секунды. Симка живая, мертвая. Симка живая, хотя и безымянная левая, но периодически выходит в сеть. В последний раз регистрировалась в сети вот здесь. Два дня назад тут находится загородный гостевой дом компании пекарни Иванова. Я их пробил, на первый взгляд все у них легально и никакой криминальной информации нет. То есть у нас нет юридических оснований наведаться к ним с обыском? Андрей Борисович, ну, основания всегда можно найти. Было бы куда ехать. Да нет, Паша, это не наш путь. Можем и крупную рыбу спугнуть. Здесь надо все обдумать. И есть у меня одна идейка. Студентка медицинского колледжа Вера Колокольцева, подрабатывавшая танцами, умирает от инсульта, спровоцированного невыясненным способом. Находит убитым Сергея Удалова, бармена клуба. Следы преступления ведут в расположенный в пригороде гостевой дом крупной компании. Настя, Володя вас ввел в курс дела? В общих чертах. Ну и давайте расставим все точки над «ды». Вы ничего не должны, это дело добровольно, да? Я готова. Ну, а термин «работа под прикрытием» вам знаком? Я должна сыграть какую-то роль. Да, вы должны сделать вид, что согласны на предложение, которое сделали Вере. Настя, телефон, с которого звонили Вере, снова включился. Настя, вы готовы? Готова. Ну, тогда начнем. Смотрите на меня. Да. Здравствуйте, меня зовут Настя, я подруга Веры. В общем, я согласна. Пришлю тебе точку на карте. подъезжай к шести вечера. Одна. Вещи не бери. Только телефон и документы. Я поняла. Вы молодец. Сейчас, подожди, еще не прислал. Есть. Ого, так это пустырь. Слушай, сюда снайперов можно спрятать, но близко не подойти. Так, ну, мы же к Насте приделаем жучок, правильно? Так что, будем отслеживать. Два жучка. Если эти люди профи, так они найдут жучок, обнаружат. Слушайте, так можно этот жучок вещь вмонтировать? Например, в расческу? Да, вещь можно забрать. А одежду они могут заставить снять. В общем, ясно. Короче, так, отменяем операцию. Подождите, Андрей Борисович. Да что ждать-то, Володя? Есть один вариант. Да какой вариант? У меня приятель работает в компании Цифроний. Они всем своим желающим сотрудникам между большим и указательным пальцем вживляют микрочипы. Мы можем имплантировать Насте импульсный жучок. Да какой жучок? Ты что, с ума сошел, Володя? Андрей Борисович, он работает в фоновом режиме и сканерами не обнаруживается. При этом достаточно легкого нажатия и запись сразу прилетит к нам. Перехватить ее невозможно. Ну, не знаю, не знаю. Я готова. Давно мечтала зачипироваться. Ну, если так, давайте начнем. Паша, Дима, Володя и ты идете вместе с Настей. С Настей глаз не спускать. А я договорюсь со спецназом. Ну, что там, Кусь? Машина едет. Черный внедорожник. Борисович, операция началась. Телефон и документы мы пока заберем. Потом вернем. Ну, вроде все чисто. А что ж, подружка твоя не согласилась? Она... Нет. Ну и дура. Ты молодец. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Нравится? Да. Роскошно. Простите, а как мне вас называть? Называй меня просто мрачный. Никаких имен. Поняла. Насчет одежды и бельишки не переживай. Все поменяют на новые. Будешь по жизни ходить в брендовом лакшери. Ужин через 10 минут. Не опаздывай. Всем привет. Меня Настя зовут. Марта, Кристина, Олеся. Присаживайся. Что, с боссом познакомилась уже? С мрачным? Угу. Мрачная шестерка. А главный здесь босс. Прикинь, мы его ни разу даже в лицо не видели. Все время в маске. Ладно, откроем тебе глаза. Твоя главная задача после секса разговорить с клиентом и всю болтовню его записывать. Больше информации узнаешь, больше денег получишь. В смысле? Как записывать? Не волнуйся, гадры-то тебя выдадут. Сюрприз. И что, никак не сбежать? Куда? Как? Мы все уже здесь по уши. Не буду говорить в чем. И где ты еще столько заработаешь? За все это время только одна птичка смогла упорхнуть из нашей золотой клетки. Как ее? Вера. Точно. Года два назад тут была. Но ей Рыжий помог убежать. Рыжий? До Мрачного тут работал Рыжий. После того случая его убрали. Мы думаем, убили. Чего ты? Поздряк метаться, подруга. Завтра приедет босс. Держись с ним уверенно. А то и ты исчезнешь. Ну, выпей, выпей, а. Поздряк метаться, подруга. Завтра приедет босс. Держись с ним уверенно. А то и ты исчезнешь. Вот так. Да, как говорится, клюнул сом, теперь бы к живым вернуться в дом. Да. Хорошо. Я вас услышал. Значит так, никуда не снимаемся. Ждем дальнейших указаний. Все. Отбой. Борисыч наружка докладывает. В дом въехала машина. По номерам числится за компанией пекарни Иванова. А на заднем сиденье мужик в маске так-то. Так это точно босс. Ну и какие предложения? Да какие тут? Стурмовать надо! Да погоди ты, конь ретивый. А если девушку зацепят? Вот именно, Тимур. Настю надо выводить из игры. Слушайте, давайте устроим новую игру. Кто-то должен стать клиентом и заказать Настю. Хорошая мысль. А вот кузей станет. Я готов. Только, Володя, тебе надо сделать очень хорошую легенду. Сделаем, сделаем, Борисыч. Сделаем. Здравствуйте. Привет, привет. Значит, ты наша новенька. Ну давай сделаем фото для каталога. Мне одеться? раздеться? Макияж? Ни того, ни другого, ни третьего. Клиент любит, когда все выглядит естественно. Он должен сам хотеть тебя раздеть. Ну, улыбнись. Умеешь улыбаться? Добрый утро, босс. Вольно. Новенькая вроде ничего. Где ты ее нашел? Работал по утвержденной схеме. Отрабатывал клубную танцовщицу Вера. В итоге она отказалась, а вот подруга ее, Настя, согласилась. Какая Вера? Вера, колокольца. Что-то не так, босс? Ох, черт, ну это я сам виноват. Надо было держать тебя в курсе. В общем так, я сейчас незаметного еду. А почему незаметного? Потому что за домом могут следить, идиот. Пусть думают, что я здесь. А мне что делать? С новенькой что? Жди дальнейших оказаний. Понял. Че, выехали? Да, босс. Давай, гони, гони, гони. Хорошо, хорошо. Расследование убийств танцовщицы Веры Колокольцевой и бармена клуба Сергея Удалова наводит оперативников на закрытый гостевой дом, куда направляют под прикрытием Настю, подругу Веры, неизвестный по кличке Босс удерживает в доме девушек, которых используют для шпионажа за влиятельными клиентами. Оперативники начинают операцию под прикрытием, но босс успевает скрыться. Так, Кусь, давай еще раз по роли пробежимся. Значит, тебя зовут? Так же, как тебя Дмитрий, фамилия Николаев. И ты? Сын владельца холдинга из... Челябинска. Из Челябинска, да. Золотая молодежь, плейбой, любитель незахватанных девушек. Я с ролью плейбоя, я бы лучше справился. Нет, Дима, Кузя с Настей уже в контакте, это что, случись чего? Пойму, у друга без слов. Да, Кузя? Да, Павел Ильич. Добрый день. Салют. А что твои холдинги, меня не пускают? Такие правила. Мир и безопасность. С вами кто? Стехранитель мой. Дом с оружием нельзя. Пускай живут здесь. Понятно, тут ждите. Ты это, почешись. Повалимся. Так значит, ваш батюшка в Питере заводик прикупить хочет? Заводик, да, или судоверфь. Я, честно говоря, особо не вникаю, я по другой части эксперт. Проходи. Да, ничего. Даже лучше, чем на фото. Извините. Да. Новенька интересовались? Да, уже приехал клиент, и с ним двое. Я так и знал. Слушай меня. Валите всех и сами сваливайте. Всех? И баб тоже? Всех? Валите. Володя! Полиция! Руги! Руги, быстро! На землю! Пицо вниз! Дом окружен! Он убил Володю! Живой? Живой? Ой, броня хорошо отработал Что там охранники? Все нормально, босс Мультики смотрят Лежать А ты так и не причесался Слышь ты, шутник Спасибо тебе Давай, поднимайся Нормально Ну что, мрачный Он же Кукушкин, Федор Степанович Рассказывайте, ждем Я откуда знал Босс сказал стрелять Я и выстрелил Ну вот вы нам про босса и расскажите Имя, фамилия, где искать Имя Да у нее их с десяток Искать в клубе, наверное У нее их несколько Замри, не дергайся Так 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 Ух ты ж Ну что Приплыл ты Поехали Пошел Ну что же, гражданин Ремезов Наступило время Откровенной беседы А что у вас на меня есть? Прям интересно послушать Ну тогда я спешу Удовлетворить Ваше любопытство Пот и жировые следы Оставленные на месте убийства Сергея Удалова Принадлежат вам Также установлено Что компанией пекарни Иванова Через подставных лиц Владеете вы Ну и соответственно Дом в пригороде тоже Принадлежит вам Ну вот теперь самое главное Пистолет Вас взяли с пистолетом Из которого вы убили Удалова За что вы убили Сергея? За то, что он Очень много знал Да, внушительно Что же это я такое купил? А скажи мне, голубчик Почему клуб называется СНС? А СНС Это старший научный сотрудник Клуб просто располагается В подвалах бывшего Секретного советского НИИ Секретного? Ну да, тут много тайн Вот видите Вот это вентиляционное отверстие Оно ведет в секретную Компрессорную комнату Это у нас сейчас тут гримерка А раньше Проводились опыты с вакуумом Можно было легко понизить давление Практически до нуля А потом вернуть все обратно Это помещение полностью герметично Ты-то откуда знаешь? У меня отец работал в этом НИИ инженера МОНа Рассказывал Интересные дела А покажи-ка мне компрессорную Да легко Что, удивил вас? Вижу, не знали Умели при Союзе Секреты хранить Но при Союзе-то много чего умели Значит, вы убили Веру Резко понизив давление воздуха У нее в гримерке Только вопрос Почему? Почему? Потому что она сама во всем виновата Пожалуйста Благодарю Сергей, на ночь у тебя запасов хватит? Да, конечно Хорошо Босс Что? Вы меня с кем-то путаете Да, я вас по голосу узнала Говорю же вам Вы ошибаетесь Извините Я обозналась Я не мог оставить ее в живых Я пошел за Верой А она заперлась от меня в гримерке Но тут я и вспомнил Про компрессорную Понятно, Ремезов Ну а видео С обнаженными девушками В разных клубах Для вас кто снимал Какое еще видео С барышнями, голыми Вот об этом я первый раз слышал Вот он, этот гад Кто он? Ну, этот, который За вами следил с Верой Который вас голыми снимал Я его вычислил Семен Всемогущий Именно все какой придумал Так я его, кажется, знаю Это же сын нашего диджея Пару раз к нам с Верой подкатывал Серьезно? Угу Ненавижу таких Мерзких Поэту поговорю с ним Как следует Давай только не сейчас У нас с тобой дети Уже через пять минут придут А, точно Я, честно говоря, немного их боюсь Не побоялся за меня Под пулю подставиться А детей испугался? Ну, пуля это другое А дети Их не обманешь Мало ли они какой вопрос Мне с подковыркой зададут Я что говорить буду? Например? Я не знаю Например, когда мы с тобой поженимся, а? И что ты ответишь? Я не знаю Я не думал еще Так думай быстрее Дети уже пришли Видишь кометы Сгорающих звезд Знай, это я Загадал сто желаний Строим из прошлого В новое мост Из поцелуев Надежд обещаний Я головою Твоих милых ног Губы мои Тронешь нежно руками Пусть улыбнется Сияющий Бог Пролетая над нами Пролетая над нами Я так хочу Чтоб так было всегда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...